Греция. Страна, богатая древней культурой и историческими местами. Расположена на юге Европы. На данный момент в Греции проживает около 11 миллионов человек. Ежегодно 11 миллионов туристов посещают эту страну. Отдыхающих привлекают пляжи, постоянная хорошая погода летом, ночная жизнь, исторические места и красоты природы. Острова в Угейском, Иолическом, Критском и Средиземном морях. Активный туристический сезон длится с апреля по октябрь месяцев, с пиком в июле и августе. Поэтому я решила отправиться в Грецию в несезон. Афины. Столица Греции. И, конечно, в первую очередь здесь стоит побывать, в Акрополе. Плюс в межсезонье это небольшая очередь. Позади меня касса и это совсем небольшая очередь. Мы с Макагоши отправляемся на осмотр Акрополя. Макагоша. Всем привет. Привет. У нас два билета по 10 евро. Касса работает с 8 утра до 17 минут. Ну что ж, поехали. Друзья, если вы заходите непосредственно на территорию Акрополя, то напитки и еда, как обычно, запрещены. Не вносим на территорию. И Макагоши попросили посадить в рюкзак. К сожалению, непонятно почему, с игрушками вход тоже запрещен. Температура воздуха в начале февраля комфортная для посещения экскурсий от 16 до 18 градусов. Вход в Акрополь начинается с западной стороны. Это ворота Беле, названные в честь французского археолога, который в 1852 году их открыл. Афинский Акрополь – самая популярная достопримечательность в городе. С греческого «Акрополь» означает «укрепленное место в городе». Оформляют вход на Акрополь в Афинах знаменитые пропеллеи или парадный проход. Пропеллеи частично реконструированы, а общая стоимость проекта реставрации афинских пропеллей составила 6,5 миллионов евро. Парфенон – древнегреческий храм, посвященный покровительнице этого города и всей Атике, богине Афине. Сколько лет идет масштабная реконструкция этой местности. Хорошо или это плохо – не знаю. Так же, как и древняя цивилизация, которая задала нам очень много вопросов, то точно так же мы задаем эти вопросы уже в будущее. Представьте, если наша цивилизация исчезнет, то историки и археологи будущего просто мозг себе взорвут, как это было построено и за счет каких технологий, и вообще сколько лет этому зданию. Парфенон оставался храмом богини Афины на протяжении тысячи лет. Статуя Афины стояла в центре храма и имела высоту около 11 метров. К сожалению, скульптура не сохранилась и неизвестна по различным копиям. В восточной части Акрополя есть смотровая площадка, откуда открывается великолепный вид на район Плака и другие достопримечательности. А я продолжаю пить ходу межсезонью. На самом деле это сейчас очень мало народу, и это кайфово. И нет больших очередей, можно спокойно сфотографироваться и сделать красивые фото с любого практически ракурса, не ожидая огромных очередей. В север от Парфенона расположен храм Рехтея. Храм посвящен Афине, Посейдону и легендарному афинскому царю Рехтею. На южной стороне храма находится знаменитый портик Кариатит. Позади меня шесть статуй юных девушек, которые чуть выше человеческого роста. К сожалению, эти статуи это уже копия, они не настоящие. Одна из них канула в лета, а другие находятся в современном музее Афины. На склоне холма, где расположена Крополь, находится театр Диониса. Он ходит в число самых древних театров в мире. Актеры, хор и зрители располагались под открытым небом, а сценическое действие происходило при естественном освещении. На южном склоне Акрополя расположен Одион Геродота Атика. Этот древний театр рассчитан на пять тысяч мест. Места для зрителей были восстановлены в 50-х годах, и с тех пор Одион является одной из главных сценических площадок. Знаменит тем, что у него охренительная акустика. А можно я это перепишу? Знаменит тем, что у него очень мощная и сильная акустика. С середины мая примерно до конца сцепля, пока стоят теплые дни, здесь собираются большое количество людей, большое количество поклонников какой-то музыки. Музыки устраиваются концерты. Концерты. Думаю, четыре. С мая по октябрь здесь проходят различные концерты. Музыкальные, театральные. Он размещает до пяти тысяч зрителей. Сейчас он реконструирован на трассе для таких мероприятий. На данный момент он закрыт, и мы можем его посмотреть только снаружи. Рядом с Акрополем есть каменная площадка, где можно полюбоваться красивым закатом. Рассвет встретить на холме Филопапа, или холм Мус, высотой 147 метров. Холм Акрополя напротив же составляет 156 метров. А еще, а еще, а еще, здесь невозможно не купить что-нибудь, потому что когда проходишь мимо этих всех лавочек, всех этих торговцев, они тебе что-то предлагают, ты не можешь просто им отказать. Ну как, как не купить? И мы сейчас идем по кулочкам, таким заколубистым, вверх-вниз, вверх-вниз, и даже немножечко уже стала попахивать туалетом. Афина имеет богатую историю. Современные Афины – это мегаполис с античными памятниками, всемирно известной ночной жизнью и торговыми центрами высшего уровня, где бедные районы незаметно перетекают в богатые и наоборот. Центр древних Афин располагался вокруг Акрополя, занимая районы Тесила и Плака, и сегодня эти районы являются туристическим центром города. Монастераки является крупнейшим торговым районом города и центром туризма. В 2004 году здесь состоялись 28-е летние Олимпийские игры. Афины видели многое, и даже индейская музыка гармонично вписывается в его жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok «Недалеко от Плака, и вообще в премийном субъект, где на 10-е тысячи лета, вы можете есть маленький торговый. Это суммоногая поскольку, а если вы приехали из отеля, но у вас еще достаточно времени для того, чтобы погулять по городу, вы можете чемодан или сумку оставить здесь. И тогда спокойно, без нагрузки, гулять в бафинок. И так далее. И так далее. Добро пожаловать. Вот так далее. Продолжение следует...